Здравствуйте. Сегодня нам принесли айфон. Вот такой вот убитый, ушатанный был. Это его предняя часть, это задняя. И принесли новую панельку. Вот старая, вот имейл его. Вот имейл старой панельки. И вот сейчас человек нашел в Китае, заказал имейл на новой панельке. Вот он, тот же самый. Это для тех, кто покупает айфоны и говорит, а вы знаете, что панелька меняная, значит имейл не должен был написан. Но на многих, да, когда меняют панельки, нету имейла. Ну, у нас вот продавец, человек продает айфоны, уже не один нам приносит мастерскую. Меняем мы ему заднюю панельку старую, ушатанную, потертую, побитую. Вот видите, пошорканную. Ну вот такая вот вся поцарапанная. На новую. Получается новый телефон с документами. Имейл даже есть на задней крышке. Есть в Китае китайцы, которые даже делают имейлы. Вот это его новый имейл. И вот надпись старая. Одинаково. Ну, можно отличить, знаете, как вот, допустим, тут написано мелко, а тут написано чуть покрупнее. Видите, тут мелко-мелко-мелко-мелко, а тут уже чуть-чуть покрупнее буквы. Ну, когда вы будете покупать, что вы там? О, новый. Новый. Еще смотрите, самый главный слот. Бывает, отличается. Вот это чуть синее, а слот под сим-карту светлее. И кнопки, смотрите. Самое главное в этом, телефон новый, все получился, все нормально. Ну, косяк в чем? Китайские панельки. Ну, не китайские, а новые панельки. Не идут нормальные кнопки. И приходится оставлять старые. Вот они, старые кнопки. Включение приходится оставлять старые. Видите, чуть пошерпанное. Новый телефон, новая панелька. Сейчас стеклозащитность снимет. Новый телефон с документами. Ну, первое напрямое внимание надо посмотреть на кнопки. А то люди прискакивают. Да мы сейчас узнаем. Тут вот им-мейл. Никто не может им-мейл напечатать. Уже ребят в Китае печатают им-мейл. Ну, когда заказываешь панельку, отправляешь им-мейл, и он тебе печатает все, что хочешь. Вот они. Новые кнопки. Видите, не стертые по краям звука. Новые кнопочки. Но они почему-то не щелкают. И приходится оставлять, вот второй раз ему делаем. Старые. Вот человек походил 2-3 года. Поменял панельку и продал его, как новенький. Ну, это мы вам для вас снимаем. У нас мастерская, поэтому люди приносят действующее. Ну, как бы, мы не обманываем, а люди просят, мы делаем, а не продают, что там как. Новый телефон получился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, это не мошенничество. Ну, поменял он панельку. Он скажет, я не виноват. Удачи вам. До свидания.